На этом пустыре в 1941 году размещалась румынская жандармерия, где верстались самые кровавые приказы по уничтожению евреев. После войны это здание уничтожили. Построить что-либо на этом месте местные жители так до сих пор и не отважились. Если здесь в Оркулеждах и в десятках подобных ему сел память человеческая еще жива, то в Молдавской столице многие, по всей видимости, решили перечеркнуть и забыть эти черные страницы истории. Я думаю, что генерал Антонеску, в первую очередь, был генерал. То есть, был генерал, который принял на онлайн его полиции, и эта онлайн его не уничтожил, пока в фильме, когда мы получили глонты в голову команды притонного экзекуции. Страшный парадокс. Сегодня о фашисте Антонеску, наперекор всем фактам и цифрам, тысячам покалеченных судеб, в отечественной прорумынской среде многие говорят как о патриоте, герое, и ассоциируют его имя чуть ли не с национальным мессией. Вот, к примеру, газета «Столица», финансируемая из кишневского бюджета и открыто поддерживающая либеральную партию. В ней вдохновенно воспеваются подвиги кондукатора. Приводится и знаменитая цитата. «Солдаты, приказываю, переходите пруд». Кому и зачем нужно обеление фашистских преступников? Кому и зачем не имется кощунственно уравнивать в правах жертв и палачей? Для чего лишают собственной истории целые поколения? И как больно слышать обо всем этом тем, кто на себе ощутил весь ужас еврейских гетто Антонеску. Антонеску «Я не знаю, что, не дай бог, если такой же, как Антонеску, пойдет у них во власть, в Румынии, или тут в Молдавии у нас, или на Украине, тогда считаю, что этот баланс, который есть международный, он испортится, понимаете вы или нет? И тогда все равно будет какая-то война между людьми. Пусть она не атомная, но все равно будет, понимаете вы или нет?» Антонеску и его ближайшие сообщники были расстреляны в июне 1946-го. Судившему ему трибуналу бывший маршал заявил следующее. «Если в живых остались еще сотни тысяч евреев, то это только благодаря моей терпимости». Оправдание нацистского приспешника, о преступлениях которого помнят и поныне, противоречит не только здравому смыслу, но и итоговым документам Нюрнбергского процесса. Впрочем, какое это имеет значение для тех, кто продолжает воспевать одного из самых зловещих персонажей в мировой истории – маршала Иона Антонеску. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!